Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. Наш сегодняшний ролик будет посвящен такому физическому явлению как рассеяние света. Я буду делать в нем простые опыты и для первого опыта мне понадобится аквариум, фонарик и лазерная указка. Чтобы все хорошо было видно, я буду делать этот опыт почти в темноте. Я беру фонарик и направляю его на стенку аквариума. Если бы свет не рассеивался, луч фонарика не был бы виден совсем, но поскольку он рассеивается, мы его все-таки видим, ведь свет попадает в объектив фотокамеры. Луч высвечивает мелкие пузырьки и пылинки, плавающие в воде. Они сверкают отдельными точками и рассеяние происходит на какой-то еще более мелкой взвесе, так что мы видим весь луч целиком. С лазерной указкой происходит то же самое, только ее луч более тонкий, поэтому и картинка получается не такой яркой. А теперь добавим в воду немного молока и хорошенько его размешаем, чтобы оно разошлось по всему аквариуму. И свет стал рассеиваться на мелких каплях морочного жира так сильно, что его яркость начала зашкаливать. Пожалуй, стоит уменьшить выдержку или изо. Посветим воду еще и фонариком. Его свет тоже рассеивается на мельчайших каплях жира. Исходный луч сильно слабеет, не добравшись до противоположной стенки, зато вокруг него виден сильный ореол рассеянного света. В рамках геометрической оптики рассеяние света происходит за счет отражения и преломления той части светового пучка, которая попадает на мельчайшие частицы, взвешенные в нашем случае в воде. А если частицы будут очень маленькие, то к этому добавятся волновые и дифракционные эффекты переизлучения. Но мы сейчас об этом говорить не будем, а обсудим общую геометрическую схему того, что мы видели в нашем опыте. И вот я приготовил симуляцию рассеяния света в программе Алгуду. В коробке летают мелкие прозрачные частицы, на которые падает световой пучок, составленный из отдельных тонких лучей. Когда луч попадает на частицу, он преломляется на ней, отклоняется на некоторый угол. Попав на очередную частицу, нож преломится еще раз и так далее. Если размазать соседние кадры, изображение усреднится и станет более похожим на то, что мы видели в опыте. Основной пучок, как видно, слабеет, а вокруг него возникает ореол рассеянного света. А теперь я посвечу фонариком сквозь эту мутную воду в вашу сторону. И чтобы лучше было видно, выключу свет. И вот оно рассеянное пятно. Ну и собственно то же самое происходит, когда мы смотрим на солнечный диск свозь облака. Если диск еще видно, это значит, что есть прямые лучи, которые до нас доходят не рассеявшись. А если облака становятся густыми, прямой свет уже практически исчезает и все, что мы видим, это рассеянный свет, который блуждал среди облаков и таким образом дошел и до наших глаз. И тут, конечно, еще есть тема, которая тоже относится к рассеянию света. Почему небо голубое, а солнце на закате красное? Но мы обсуждать ее не будем, слишком отклонимся от сегодняшнего нашего разговора. Тем более, что у нас такой ролик был, он назывался «Какого цвета снег?». Ссылочка внизу, рекомендую вам его посмотреть. И теперь о рассеянии света при прохождении сквозь какую-то среду мы уже поговорили. А еще есть вопрос о рассеянии, когда свет падает на какую-то поверхность. Ведь по сути дела мы и видим вокруг себя все предметы за счет того, что свет на них именно рассеивается, а не отражается. Если бы он отражался, это выглядело бы вот таким образом, как елочный шарик, освещенный источником и на нем яркая точка. Это и есть отраженный свет. Но мы-то видим предметы совсем не так, правда? И сейчас мы посветим вот таким образом на разные поверхности и посмотрим, как свет рассеивается при наклонном освещении этих поверхностей. От зеркала почти весь свет отражается в одном направлении, создавая яркий зайчик на экране. От многих поверхностей свет рассеивается в основном в одну сторону, куда шел бы зеркально отраженный луч. А вот эта поверхность рассеивает свет очень широко. Он расходится от нее, если не во все стороны, то с очень широкой диаграммой направленности. И опять же это рассеяние происходит где-то за счет хаотического отражения на шероховатостях поверхности, а где-то за счет блуждания света при поверхностных стоях. И чтобы понять, как работает такое блуждание, можно сделать простой опыт. Взять стакан с рисом или с булгуром, каким-то достаточно прозрачным зерном и посветить в этот стакан сверху лазерной указкой. И мы увидим вокруг указки вот такое яркое световое пятно. Это свет, который расселся в внутренних зернах, пошел назад, достиг верхних зерен, дросился на них тоже и в результате достиг наших глаз. И кстати на эту тему у нас есть очень любопытный ролик, почему мокрый песок темнее сухого. Ссылочка внизу, я очень рекомендую вам его посмотреть. А теперь настало время нашего заключительного вопроса и мне для него потребуется матовое стекло и книжка, которую я через это стекло буду рассматривать. И если приложить матовое стекло вплотную к обложке, название рисунок прекрасно видно. Но если отнести его подальше, изображение становится мутным и пропадает совсем. И спрашивается, почему это происходит? Ваше объяснение этого явления пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. И спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok